Больше чем от рака погибаем от сердечно-сосуистых болезней. Как не стать жертвой тайных врагов? Об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник – кандидат медицинских наук Ирина Гадзеева, терапевт с многолетним стажем. Нужно ли бегать от инфаркта? Если человек молодого возраста, спортсмен, он занимался всю жизнь каким-то спортом, почему бы ему по утрам не делать пробежку? Это очень даже хорошо. Особенно он молодой. Нужно. Если перед нами человек, даже пусть не старый, пусть даже среднего или молодого возраста, но полный, никогда не занимавшийся спортом, такой вот рыхлый, лучше ему посоветовать не бегать сразу, а ходить. Ходьба. Вообще ходьба – это самый лучший вид тренировки, если бы мы это делали. Причем ходить в таком достаточно тренировочном режиме. Что значит тренировочном в том наиболее быстром темпе, который доступен этому человеку? Один может очень быстро ходить, другой, может быть, так быстро не может. Но если бы каждый из нас это делал и ходил бы каждый день, ну, считается, что 5 километров, пусть бы это было хотя бы 3, но в тренировочном режиме каждый день, уверяю вас, что и инфарктов, и инсультов было бы меньше. Что касается бега пожилых людей, вот я никому не советую, даже тренированным. Я не хочу приводить конкретный пример, но бывает, что даже человек очень тренированный может умереть во время этого бега пожилой. Речь идет о пожилом. Наш космонавт единственный, который, он же умер. Уж он был такой тренированный, дай бог каждому. Но умер-то он во время бега. Случился инфаркт, вовремя не приехала скорая. Это ужасно жалко. 64 года – это не тот уже возраст, что пора умереть. Он бы еще мог, он же был вполне активным. Ну, атеросклероз у него был. И, видимо, не справился. Коронарный сосуд какой-то. Мой знакомый чудом избежал автоаварии. А когда дома случился инфаркт, сожалел. Надо было коньяком снять стресс. Зря сожалел. Коньяк действительно. Поначалу идет расширение сосудов. И еще алкоголь, даже не обязательно коньяк. Любой алкоголь дает определенную такую, как бы, успокоенность. Ну, это правда. Но после этого расширения сосудов может быть спазм. И спазм более длительный, чем период расширения. И если у человека априори сосуды уже поражены, то не надо ему этот алкоголь. У кого чаще бывает инфаркт? У женщин или у мужчин? Тут еще надо учитывать такую вещь, что женщина гораздо более способна к адаптации, чем мужчина. Во всех ситуациях. Адаптационные способности у женщин больше. Мужчина способен, скажем, участвовать в войне, вот мобилизоваться, может быть, даже скорее, чем женщина. А в такой обычной жизни адаптация мужчины хуже. Ну, это биологически обусловлено. Как снимать стресс? Стресс стрессу рознь. Конечно, если это такой запредельный стресс, тут нужна, безусловно, помощь психолога. Но если это такой бытовой стресс, ну как его снимать? Положительными эмоциями, какими-то беседами с близкими людьми. Можно принять корвалол, волокордин. Сейчас волокордин почему-то считается плохим, и корвалол тоже, потому что туда входит фенобарбитал. Ну, может быть, если это бесконечно принимается. А если человек в стрессовой ситуации, то принявши эти капли и уснувши, я думаю, что большого греха в этом нет. Если очень сильный стресс, то тут уже, конечно, психологическая помощь нужна. Три правила против инфаркта. Первое. Проходите каждый день не менее пяти километров. Второе. Не старайтесь снять нервное напряжение алкоголем. Третье. Чтобы уйти от стресса, лучше переключиться. Мы продолжим разговор о тайных врагах в следующей передаче. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»